Рособоронэкспорт представляет российские средства борьбы с БЛАН на выставке Дубай Аэшоу 2019 Радиоэлектронное оружие Пищаль Архивное фото Источник изображения Концерн Ростех слэш Антон Тушинцамта 18 ноября АО Рособоронэкспорт Входит в ГК Ростех Демонстрирует российские системы противодействия БЛА всех классов в рамках выставки Дубай Аэшоу 2019 В конференц-зале номер 3 компания 18 ноября провела презентацию по этой тематике Сегодня беспилотники представляют угрозы не только в военной сфере В повседневной жизни мы все чаще видим примеры Когда дроны используются в незаконных целях для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак С учетом этого предприятия промышленности, включая Ростех Создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы на различных носителях В различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок В ближайшие пять лет он оценивается на уровне 2 миллиарда долларов, сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии показывает, что малая и сверхмалая была активно используется не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали их разработчики Рособоронэкспорт оперативно отреагировал на ситуацию и подготовил уникальные решения по защите важных объектов транспортной, топливной, атомной инфраструктуры от нападения Мы уже направили партнеров на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия Эта система обеспечивает надежную защиту территории объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рейдронов, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев Эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий Зональное прикрытие территории обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы репеллент разработки и производства ООО-оборонительной системы Комплекс обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым им радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником Репеллент средства с высокой дальностью действия, он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 километров Комплекс способен действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер Для прикрытия важных объектов, которыми могут быть аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса и т.д. Рособоронэкспорт предлагает широкую линейку продукции входящего в газкорпорацию Ростехконцерна Автоматика В мобильном многофункциональном комплексе противодействия беспилотным летательным аппаратам САПСНБКС применяются как пассивные, так и активные средства обнаружения Это обеспечивает гарантированное обнаружение всех типов беспилотников, включая БЛА, минимизирующий выход в радиоэфир Все средства обнаружения цели и воздействия на нее объединены автоматизированным рабочим местом управления и отображения информации Комплекс может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор САПСНБКС способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 км и средствами активной радиолокации на дальности 10 км В состав комплекса также входит средства оптико-электронного распознавания беспилотников видеокамера видимого спектра и охлаждаемый тепловизор Дальность распознавания дронов оптическими средствами до 8 км Дальность подавления каналов управления и навигации зависит от предлагаемой комплектации и может составлять до 30 км в зависимости от требований заказчиков Кроме того, комплекс может выступать как средство целеуказания для других систем РЭП и ПВО Комплексы купола рубеж-автоматика ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол Это непреодолимый барьер, способный отразить атаки не только отдельных дронов, но и их групп, атакующих с различных направлений и высот, в радиусе не менее 3 км Переносной комплекс луч может быть оперативно развернут и применен для защиты различных объектов Он обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее 6 км Аналогичные задачи решает носимый комплекс Песчаль, вес которого всего 3,5 кг, благодаря чему это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов Поэтому Песчаль может входить в индивидуальный комплект вооружения Дальность подавления каналов управления и навигации беспилотников составляет 2 км Макет комплекса Песчаль демонстрируется на стенде Рособоронэкспорта, где имеется возможность получить исчерпывающую техническую информацию о всех российских средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также обсудить варианты сотрудничества Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Аурособоронэкспорт Право на данный материал принадлежит сам, то материал размещен правообладателем в открытом доступе